Здравствуйте! На канале Бук ТВ большие вечерние новости. В студии Виталий Матюшин. Будни позади. Самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти 7 дней. Какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, как готовится наш Брест к миллениуму. Коротко о главном. Беларусь-Китай. Дружба, сотрудничество, перспективы. В Шанхае прошла уникальная выставка импорта. Участие в международном форуме приняла и делегация Брестской области. Своими впечатлениями с нашим корреспондентом Анастасией Старопко поделились Брестки производители товаров и услуг. Брест готовится к зиме. Коммунальник в полной боевой. А пока за окном еще плюс, продолжают ремонтироваться и реконструироваться дороги. Анастасия Ноздрин-Плотницкая мониторила ситуацию. Наши корреспонденты узнали тонкости технологического процесса, а также характер людей, выращивающих стабильно высокий урожай. Информация под грифом «Тепличный комбинат Бресте». 11 ноября Республика Польша отметила 100-летнюю годовщину обретения независимости. В городе над Бугом в рамках празднования прошел ряд культурно-спортивных событий. Ирина Альшова побывала на всех мероприятиях и расскажет, как отметили брестские поляки свой национальный праздник. Обо всем по порядку и подробно. Масштабное экономическое событие произошло в ноябре в Китае. Свои двери для участников и гостей распахнула первая китайская международная выставка импортных товаров и услуг. Без малого 3000 компаний из 130 стран. Самый большой в мире выставочный комплекс и рекордное число заключенных контрактов и договоров о сотрудничестве. Участие в мероприятии приняли и представители Белоруссии. Национальная экспозиция на выставке в Шанхае была представлена в двух тематических зонах. Посетители смогли ознакомиться с торгово-экономическим, инвестиционным, научно-техническим и историко-культурным потенциалом страны. О впечатлениях и конкретных договоренностях, а также о развитии белорусско-китайского диалога подробнее в материале Анастасии Стравко. Выставку импорта в Китае характеризуют только с определением «самое-самое крупное», «самое представительное», «самое результативное». С 5 по 10 ноября в Шанхае подписали контрактов, протоколов и меморандумов о намерениях на сумму более 57 миллиардов долларов США. Нет сомнений, что цифра будет расти. Кроме задекларированных отношений были и просто важные знакомства, и деловые связи, и заинтересованные клиенты. Беларусь на масштабной экспозиции представляли 8 десятков предприятий, в их числе и те, что работают на Брещене. Мы выставлялись предприятиями мясомолпрома, были отдельные предприятия Брестский мясокомбинат, Берестейский пекарь, Птицыфабрика Дружба, другие наши предприятия, которые представляли Брестскую область. И интерес, все дни работы выставки был интерес участников не только с китайской страны, но и с других стран. Конечно, больше все-таки это были представители Китайской Народной Республики, но контакты были найдены. Наша задача сегодня эти контакты довести до логического заключения, до заключения договоров и увеличения поставок. Выставка, конечно же, это возможность показать себя, что ты из себя представляешь, какую продукцию производишь, ее качество, найти новые контакты, вне зависимости от того, что уже есть старые контакты, и все эти контакты были подтверждены заключением либо меморандумов, либо новых договорных отношений, увеличения объемов поставки, то есть все это было на данной выставке. О результатах выставки наша съемочная группа поговорила с ее брестскими участниками. Товары на экспозиции, к примеру, представил Брестский мясокомбинат. Компания занимается мясной переработкой не одно десятилетие. Продукцию покупают в нашей стране и за рубежом, и в западном, и в восточном направлении. По словам генерального директора мясокомбината Павла Буховецкого, выставка должна помочь укрепить позиции компании на китайском рынке. Мы очень плодотворно поработали на этой выставке. Китайский рынок безграничный, и мы заключили более 50 предварительных договоров о намерениях. И надеюсь, в ближайшее время мы усилим наше присутствие на Китае. Сегодня мы пока продаем в Китае порядка 200 тысяч долларов в месяц. Пришлась по вкусу китайским потребителям и продукция берестейского пекаря. По признанию генерального директора Олега Нестерука, в Шанхай ехали с некоторым опасением. Хлеб для китайцев – больше деликатес, чем часть ежедневного рациона. Как показали дегустации и переговоры, скорее всего, главному белорусскому продукту есть место на китайских обеденных столах. Образно, если говорить, как для нас сверчки какие-то, то для них, извините, хлеб. Но на удивление и дегустации показали, что нормально отнеслись те, кто дегустировал. Они, мне кажется, с интересом ко всей продукции, но к нашей неподдельный интерес. И буквально пять минут, и только открылась выставка, мы пришли на стенд, пять минут, и уже женщина подошла и интересовалась продукцией. Что касается кондитерских изделий, то интерес к ним был предсказуем. В Беларусь пекарь привез порядка 40 предварительных договоренностей о сотрудничестве. К слову, незадолго до выставки предприятие отправило в Китай первую партию продукции. Дегустации и непосредственно сама экспозиция – только часть большой работы. Представители Брестской делегации провели в Шанхае ряд важных переговоров. Мы провели на выставке переговоры и с такими компаниями, как «Джак», это производство малотоннажных автомобилей, которые будут осуществляться в Бресте на предприятии «Брестмаш». Уже сегодня первые контейнера для сборки. Пришли на предприятие, мы договорились о системной и ритмичной поставке контейнеров и сборке малотоннажных автомобилей на Брестмарше. Также мы провели переговоры с компанией «Ухань-Ханёу». Это торгово-логистическая компания, которая осуществляет уже сегодня поставки молочной продукции в провинцию Хубей из Бреста, в частности Савушкин продукты. Другие предприятия тоже подтягиваются. Также мы провели переговоры с крупными сетевыми торговыми компаниями двух провинций, провинции Аньхой и провинции Хубей. И надеемся, что точно так же с ними у нас будет сегодня контакт налажен и будут налажены туда поставки. Прошли переговоры и с туристическими фирмами Поднебесной. Неподдельный интерес туристов из Китая к Республике Беларусь. Они хорошо относятся к нашей республике, знают Брестскую крепость, знают Беларусьскую пущу. Также предлагают нашим туристам посетить Китайскую Народную Республику. И в этом направлении мы также будем работать с ними. Укрепление отношений с Китаем – процесс непростой, но Поднебесной – один из ведущих экономических игроков. И стать частью ее большого рынка – значит обрести платежеспособного импортера. В числе факторов, которые способствуют процессу развития шелкового пути. В 2018-м инициатива отмечает пятилетие. И каждый ее год увеличивает поток контейнеров через Брест в обоих направлениях на треть. К слову, сегодня Брещино торгует сотней стран мира, и такое пристальное внимание к Китаю совсем не означает ослабление других направлений. К примеру, активно прорабатываются контакты, завязанные на белорусско-российском и белорусско-украинском форумах. А значит, у предприятий Брещино есть перспективы для максимальной реализации экспортного потенциала. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о событиях Бреста. 2018 год запомнится Брещанам по-настоящему приятной погодой. Жарким летом и долгой теплой осенью. Однако на календаре середина ноября и уже сегодня ночью в Бресте был уверенный минус. Уже завтра синоптики обещают снег, пока мокрый, и все приятные в кавычках осенние подарки в виде промозглого ветра, холода и гололеда. Конечно же, в связи с этими обстоятельствами возникает вопрос, а готов ли город к этой непростой встрече. На что специалисты коммунальника уверенно отвечают – да, в полной боевой. Несколько последних ночей на дежурном посту находятся водители автомобилей пескоразбрасывателей, которые в любую минуту могут выехать на улицы областного центра. Кроме того, завершается переоборудование машин приспособлениями для расчистки снега. Ситуацию мониторила Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Ноябрьские похолодания для многих из нас – это добрые предвестники зимы, которые приходят вместе с большим количеством праздников. Однако для тех, кто находится на страже порядка и безопасности на городских магистралях, это время особенно насыщенное. В предприятии коммунальники активно идут работы по переоборудованию транспорта. Синоптики прогнозируют похолодание, а потому важно быть готовым к любым внештатным ситуациям. Пока дежурим в ограниченном режиме, но в случае наступления тяжелых погодных условий у нас будет задействовано 29 пескоразбрасывателей, 14 погрузчиков, 11 тракторов с отвалом и щеткой. И в случае необходимости вывоза снега еще 20 свалов дополнительно. Залог безопасности – постоянный мониторинг ситуации. В первую очередь под пристальным вниманием опасные участки дорог и городских магистралей. Переезды, мосты, широкие проспекты, где благодаря постоянному движению и порывистому ветру, даже в легкий минус быстро образуются ледяные покровы. На связи с диспетчером все водители. Кроме них на базе есть и дежурные машины. В период уборки города от снега диспетчер, я могу онлайн наблюдать режим работы водителя, то есть его маршрут, движение, какие-то остановки, где он проезжает и где убирает территорию. Подготовка к зиме была проведена заблаговременно. Заготовлено более 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси. В городе возле пешеходных переходов пополнились ящики с песком. И это только часть кропотливой ежедневной работы. Заготовлено порядка 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси, которая будет использоваться при оледенении проезжей части улиц. Задействовано порядка 200 уборщиков территории. Также мы будем с участков озеленения подключать людей для уборки снега. Это тоже порядка 60 человек дополнительно. Поэтому мы готовы к зиме. В случае обильных снегопадов на помощь коммунальникам придут предприятия города, на балансе которых есть специальная техника – самосвалы, тракторы, погрузчики, грейдеры. Параллельно с ним порядок в дворовых территориях будут наводить более 200 специалистов ЖЭСов Бреста. Диспетчеры, отправляющие чистящие машины, всегда на чеку. Транспорт прошел техническую экспертизу. Смеси для посыпки дорог и тротуаров заготовлены. Таким образом, город к встрече зимней стихии готов. Да, зима Брестские коммунальные службы врасплох не застанет. На авось не возьмет. Но пока температуры за окном в дневное время в плюсе, продолжаются ремонтные работы на городских улицах. Реновация дорог – тема для Бреста актуальная. Напомним, свой облик уже успели поменять улицы Янки-Купалы и набережная. Качественно изменилось дорожное полотно Интернациональной и Карла Маркса. В активной фазе – бульвар космонавтов Арджиникидзе. Совсем недавно брещане смогли оценить преображение партизанского проспекта. А буквально на днях дорожники сдали в эксплуатацию второй западный переулок Наречицы. Кроме того, начаты работы по благоустройству улиц Озерной и Задворской. Наши корреспонденты отправились посмотреть, как ведется реконструкция и модернизация городских артерий. Пока морозов, как таковых, еще не было, дорожники активно трудятся над тем, чтобы зиму областной центр встретил с качественным асфальтным полотном. Работы точечно проходят по всему городу, причем без внимания не остались и районы, находящиеся на окраине. Например, по улице Озерной в эти дни активно ходят грейдеры. Совсем скоро вместо разбитой гровейки здесь будет положен асфальт. Местные жители давно ждали таких изменений и рады, что комфортной и удобной станет и их дорога. Конечно, хорошо. Все ждали долго. Это будет комфорт, так обычно или пыль, или грязь. Вот так, конечно, гораздо лучше. Ну, сейчас вот, дай бог, можно асфальт положить. Спасибо им за то, что уделили нам внимание. Сейчас делаем профиля. Тут отсыпалось материальное дробление и катерпиллером перемололи. И сейчас удобная фракция для того, чтобы сделать, пропрофилировать, продоли поперечные выполнены. Сейчас профилируем, уплотним, потом поднимем коммуникации, которые здесь, ну, ковера и колодцы. И планируем асфальтирование. Тем временем в другой части города по улице Задворская экспертизу по наличию колодцев проводят представители ВД-канала совместно с дорожниками. Машины предварительно разровняли территорию. По технике пока тут будут работать грязь, катки дорожные. После чего уже будут заниматься люди по подъему люков, так скажем. После этого уже будет отдельная бригада асфальтировать. Если на Озерной и Задворской работы только начались, то на других дорожных объектах ремонты уже успели завершиться. Например, второй западный переулок. В качестве предварительного этапа сюда были завезены дробленные строительные материалы. Затем специальная машина для стабилизации дорожного полотна его уплотнила. В итоге новое покрытие получилось более прочным. Говоря о реновации, стоит упомянуть реконструкцию партизанского проспекта, первая очередь которого уже завершена. При масштабном благоустройстве, которое началось год назад, были учтены интересы всех – пешеходов и автомобилистов, велосипедистов и инвалидов. Не только инвалиды, но и мамы с колясками ездят. Им это тоже удобнее, хорошее, когда проехать, чем по бордюрах этих прыгать. Мы здесь уже успели, нам все устраивает? Да, ну возле Монтаны мы не проехали, нам помогли. А вот здесь хорошие переезды. До Московска еще не доехали, смотря они стараются, делают для нас как же многое. И, конечно, спасибо, потому что дорога очень хорошая, вот на этом вот отрезке. Переезды, да, такие хорошие планы. В целом, 2018 год как для представителей вертикали власти, так и для специалистов ремонтных и дорожно-эксплуатационных служб получился насыщенным. В этом году ДЭПом уже заасфальтировано 46 470 квадратных метров улиц с гравийным покрытием. А неудобства, которые граждане ощущали во время реконструкции, сегодня компенсированы возможностью комфортного перемещения по областному центру. В этом году в Бресте мы пошли на рекорд. У нас 33 улицы заасфальтированы. Из этих 33 улиц 15 улиц, грунтовых улиц, которые впервые получили асфальт. 7 километров грунтовых дорог, 8 километров старого асфальта поменяли. И это без Торченикидзе, без западного обхода, без Коплинского путепровода. Поэтому вы прекрасно понимаете, что приоритет – это дорожная инфраструктура города. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Итоги недели. Третье воскресенье ноября – особый день для тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны. Работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В преддверии профессиональных праздников мы регулярно рассказываем о самых ярких представителях различных отраслей. В предприятиях и людях, которые знают, что такое труд на результат, не понаслышке. Не будем менять традиции сегодня. В следующем материале выпуска речь пойдет об открытом акционерном обществе «Тепличный комбинат Берести». Анастасия Стравко побывала на предприятии и узнала о некоторых тонкостях технологического процесса, а также характере людей, выращивающих стабильно высокий урожай. «Тепличный комбинат Берести» в прошлом году отметил 30-летний юбилей. Широко его праздновать сотрудники и руководство могли с полным правом. Предприятие стабильно сегодня с уверенностью смотрит в будущее. Благодаря «Берести» у жителей города Надбугом и области обеспечены свежими овощами на протяжении всего года. Порядка 30% произведенной продукции уходит на экспорт. Мы занимаемся выращиванием овощей. На данном этапе у нас выращивание томата, огурца, перца, баклажаны у нас. В этом году мы высаживали пекинскую капусту, белокочанную капусту, луком, морковкой, свеклой занимались, открытым грунтом. На данном этапе мы пересекли уже 10 тысяч тонн овощей вырастили в этом году. Преданность делу. На комбинате немало тех, кто проработал здесь 10 лет и больше. Есть и те, кто на «Бересте» с самого начала. На вопрос, не было ли желания сменить работу, отвечают с некоторым удивлением. А зачем? Работа по душе, коллектив хороший, зарплата устраивает. Есть целая система поощрений и выплат за высокие результаты в труде. И это не ответ ради галочки. Здесь о плюсах смело говорят и на камеру, и без нее. На «Бересте» я работаю уже с момента образования. 31 год. Даже уже больше. Занимаюсь выращиванием, в основном, выращиванием огурцов. Характер человека, конечно, как и растение, должен быть мягкий, должен быть нежный. С растением нужно обращаться нежно, как с ребеночком, чтобы оно тебя слушало и давало тебе отдачу. Предприятие очень крепкое, сильное. Стабильный заработок здесь. Зарплата у нас где-то получается в среднем тысячу рублей. Среднемесячная зарплата получается. Здесь нравится мне коллектив. Очень хороший, дружный. Тянулось в эту работу. Сначала не все получалось, конечно, но потом со временем пришел опыт и навыки. Поддерживать интерес потребителей к продукции, а также увеличивать спрос помогает не только строгое исследование технологии выращивания овощей, но и обновление ассортимента. В 2018 году новинка также появилась. Мы вообще обязаны каждый год вносить какую-то новенькую наименование, ассортимент, поэтому мы решили в этом году пекинскую капусту. Есть на комбинате территория с особенно высоким уровнем красоты. Без малого 10 лет на предприятии выращивают королеву цветов – розу. В 2018 году здесь произошел апгрейд. Поменяли все саженцы и добавили несколько новых сортов. У нас на этой территории 13 сортов роз. Посажена в этом году новая. Мы уже избавились от старого, закупили новые черенки. Было 10, сейчас 13. Сейчас мы разнообразили цветовую гамму и разнообразили ассортимент. Белые, молочные, розовые, красные. Четыре вида красных, три вида розовых. Жумилья у нас, да, это в том числе. Белая молочная спрей у нас есть. Сейчас модное направление. Кустовая, веточная роза. Ну, как кто называет. Кто веточная, кто кустовая, кто как называет. Так вот, у нас три вида их есть. Вам нужен букет на торжество? Теперь вы точно знаете, куда за ним отправиться. К слову, заказ на цветы можно оставить в любом из павильонов комбината «Берестии». Там же, где и приобрести полезную и вкусную продукцию. Свежие овощи всегда к месту на обеденном столе. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. О других событиях и мероприятиях. Гостеприимный, красивый, уютный, контрастный. Это ряд эпитетов в адрес нашего пограничного города, которые чаще всего употребляют зарубежные гости. А еще они отмечают, Брест хорош при любой погоде. Меланхоличной осенью или пестрой весной. Колоритным летом или белоснежной зимой. В рамках нашей традиционной рубрики «Брест глазами гостей» сегодня мы расскажем, что особенно впечатлило туристов, которые приехали в город над Бугом за полторы тысячи километров из далекой и живописной страны. Ярких тюльпанов, вкусного сыра, ветряных мельниц, велосипедов и домов на воде. Голландии. Виктория Саченко продолжит тему. Сегодня жительница Голландии Ирина своими впечатлениями от родного Бреста, в котором прошло ее детство и кусочек юности, делится с теплотой и ностальгией. Говорит, за последние лет пять Брест изменился существенно. Это город, в который хочется возвращаться. Он стал красивее и комфортнее. Старые дома и постройки отреставрированы. Исчезли с городской карты проблемные места. Тротуары стали широкими, ровными. Улицы еще более чистыми. За материальным она не забывает о главном – людям, своим радушием и вежливостью. Брещане оставляют самое сильное впечатление. Остается моя родина, Голландия, конечно. Да, это уже не изменить. Я здесь выросла. Все привычки, все остается. Но я даже не пытаюсь сейчас не изменить себя. Когда переживаешь другую страну, это в принципе нужно, потому что ты должен себя изменять под страну. Некоторые кафе даже, я могу сказать, по уровню намного выше, чем в Нидерландах, где я сейчас проживаю. Обслуживание намного выше. То есть, есть такие моменты, да. Очень нравится то, что переделывают мосты, людям делают более удобные дороги. Это, да, это очень радует. А вот мужа Ирины, коренного жителя далекой Голландии, Брест вдохновляет другим. В городе Надбога можно посмотреть не только известные достопримечательности, познакомиться с гостеприимными горожанами, но и приобщиться к гастрономической культуре. Национальная кухня как магнит, говорит иностранец. Вкусных белорусских блюд сотни. Только из бульбы десятки рецептов. Конечно, блюдо номер один – это белорусские драники. Я их называю «блины из картошки». Также регулярно в кафе заказываем любые другие блины с начинкой. В Нидерландах это не слишком распространено. Ещё мне очень нравятся белорусские пельмени. Очень вкусно. А если говорить о достопримечательностях, которые следует посетить туристу в Бресте, это, конечно же, Брестская крепость, Беловежская пуща и музей железнодорожной техники. Супруги Рик и Ирина за свою пока ещё короткую семейную летопись успели побывать в разных городах и странах – Франции, Италии, Испании, Германии, а также Бельгии, Кубе и Маврикии, Польша. Каждое государство имеет свои преимущества и особенности. Но родной для Ирины Белоруссии, говорят молодожёны, всегда отведено своё особое место в сердце. Много есть у меня пунктов, которые, я думаю, живя там, которые мне не очень сильно устраивают. И поэтому иногда проскальзывают мысли, и даже с Риком уже об этом говорила, что, может быть, когда мы постареем, просто вернёмся назад сюда. Может быть, но это мы увидим. Главное – дожить ещё. Виктория Саченко, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Итоги недели. 11 ноября Республика Польша отметила 100-летнюю годовщину обретения независимости. Этой знаковой дате в жизни сопредельного государства было посвящено много мероприятий, как в самой Польше, так и в странах, где проживают этнические поляки. Не остался в стороне и город над Бугом. В областном центре много горожан, имеющих польские корни. В белорусской истории много общих страниц со страной-соседкой. Инициатором и организатором ряда культурных и спортивных мероприятий выступило Генеральное консульство Польши в Бресте. О самых ярких моментах праздничных мероприятий расскажет Ирина Альшова. Прошедшая неделя стала по-настоящему богатой на события, посвященные столетию независимости Польши. В канун 220-летия Адама Мицкевича и в рамках польского национального праздника Брестский музей спасенной художественной ценности стал центром притяжения всех, кто интересуется поэзией 19 века и неравнодушен к белорусско-польской истории. На вернисаже «Странник свободы» студенты, преподаватели и выпускники психолога-педагогического факультета университета имени Пушкина представили 30 учебных и творческих работ. Большинство картин написаны в 2017 году в ходе пленеров выходного дня, которые проходили в Бресте и окрестностях. Сегодня приходим на выставку и говорим, почему так мало непосредственно то, что отражает Адам Мицкевич. А ведь он во всем, он в нашей культуре, он в нашем сознании, в мировоззрении. Ведь мы посвящаем ему свои работы, мы посвящаем ему картины. И хоть они не отражают его буквальную трактовку его художественных произведений, мы не создавали сюжетно-тематические композиции. Не потому, что мы не хотели, нет, мы пока отражали вот эту красоту природы, которая, в общем-то, и находила отражение в его произведениях. Еще одной точкой тесных белорусско-польских взаимоотношений стал вернисаж «Своя земля найдорожейшая», открывшаяся в выставочном зале гостиницы «Эрмитаж». Здесь зритель не найдет работ с батальными сценами и воинствующими ораторами. Каждая картина – это напоминание, что результатом длительной борьбы за свободу и независимость стала мирная жизнь и счастливые люди, которые творят красоту. Для нынешнего вернисажа картины, а их на выставке 30, сделаны во время пленеров по обе стороны Буга. Мы собирали те кусочки земли, которые мы рисовали на пленерах. С одной стороны Буга и с другой стороны. Потому что мы ездили на пленеры и в Польшу, и в Беларусь. Поэтому здесь отображены и Буг, и польские города, и Пинск, и пейзажи, которые близки сердцу художника. Мы как бы соединяем две части. Две части двух стран. И на территории Польши живут белорусы, на территории Беларуси живут поляки. В принципе, это замечательно. Культурный обмен всегда очень важен на любом уровне. На уровне изобразительного искусства, на уровне музыки. И это дает взаимообогащение. И это очень важно. 9 лет товарищество «Мосток» налаживает творческие связи между художниками двух стран, двух приграничных территорий. За эти годы они действительно стали мостом, соединяющим два народа. Наши культуры, прошлое и будущее. Все художники «Мостока» – художники с польскими корнями. И нынешняя выставка – это подарок всем полякам ко Дню независимости. Они сделали, конечно, не только небольшой мосток, который еднает эти страны, великой реки, Бук, но, мне кажется, они сделали гораздо больше. Это уже конструкция очень мощная. И мы это видим. В этом соединении есть большие имена. Есть люди, которых работа показывается не только здесь, в Беларуси. Есть люди, которых работа показывается во всем мире. Кульминацией праздничной недели стал спортивный турнир по баскетболу на Кубок Генерального консула Польши в Бресте. Соревнования, которые город над Богом принимает уже в девятый раз, не совсем обычные. В нем участвуют так называемые возрастные игроки. Самому младшему около 40 лет, самому старшему почти 60. Очень нравится, что каждый год мы приезжаем в Брест, играем в баскетбол, потом немножко гуляем, но только немножко. Но баскетбол – это такая игра, которая наших всех друзей, из всех команд, вончит в такую одну большую фамилию. Восемь команд из пяти стран – Беларуси, Польши, Литвы, России и Украины приехали в Брест, чтобы не только выявить сильнейшего на спортивной площадке, но и встретиться со старыми друзьями. Игра – это первая часть. А вторая – это беседа. После этих ривализаций на паркете, здесь, когда они играют, дальше они дружат. Просто они встречаются, они разговаривают, они обменяются думками о том, как у нас играется, как у вас. Если ты дружески ставишься до людей, они, наверное, это чувствуют, и они приезжают. Каждый из участников турнира – на «ты» с баскетбольным мячом. В прошлом практически все играли за сборные команды своих городов, областей и даже стран. Сегодня баскетболисты сражаются в ветеранских турнирах мирового и европейского уровня. Люди ветераны тренируются и участвуют на чемпионатах Европы и мира, Олимпийских игр среди ветеранов. Поэтому в целях подготовки они нужны, раз, наигрываться. И второе – это общение. А когда из разных стран, это ничто так не сближает, как спорт, оранжевый мяч. Поэтому здесь никакой политики, здесь только сплошной позитив. Все очень здорово, все отлично. Спасибо организаторам за прекрасную организацию турнира. Два дня упорных спортивных баталий позади главный приз турнира – Кубок генерального консула Польши в Бресте – увезла команда «Бялой подляски». В очередной раз показав стабильную и слаженную игру во всех матчах. Брестская команда разом заняла второе место. Немножко не сыграли хорошо. Заняли второе место всего лишь. Всего лишь, потому что могли. Первое занято. Ну, немножко не хватило. Команда хорошая нам противостояла. «Белая подляска», мы с ними. Уже не первый раз играем на турнирах. Встречаемся либо за первое место, либо за третье. Были такие моменты. Очень хорошие игроки. Приятно получить, конечно, приз лучшего игрока турнира в этом возрасте. Очень много игроков хороших. Дали мне, наверное, за старые заслуги, скорее всего. В 2019 году турнир на Кубок Генерального консула Польши в Бресте отметит 10-летний юбилей. А это значит, что спортивная дипломатия только набирает обороты. Ирина Решова, Павел Мавошуна, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итогов недели. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. На улице совсем уже не тепло и совсем не уютно. И вроде бы к зиме готовишься. Но как только холода наступают, понимаешь, пока еще к ним иммунитет не выработался. Но, как сказал кто-то из великих, зима пробуждает аппетит. И пока на улице холодно, ветрено и пасмурно, шоколадное пирожное – лучшее лекарство. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В воскресенье 18 ноября в Бресте на большей части территории пройдут кратковременные осадки. Дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-западный, умеренный. В ночные часы температура воздуха понизится до минус 4 градусов. Днем немного повысится до плюс 2. 19 ноября на большей части территории ожидаются кратковременные осадки. В основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0, плюс 2. Максимальная днем 3 градуса выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова